Все-таки был матч ЦСКА-Локомотив. В последнее время это противостояние стало едва ли не центральным в нашем первенстве. Как Вы считаете, по праву ли именно эти две команды называют флагманами отечественного футбола сейчас? Ну, я считаю, да, по праву, потому что это действительно две, я считаю, сильнейшие российские команды последних лет. Они стабильно показывают футбол содержательный, зрелищный. Вот. Локомотив, можно сказать, что больше показывает такого содержательного, зрелищного футбола. Но игра армейцев мне тоже нравится. Своей вот жесткостью в единоборствах, своим таким характером, напористостью. Вот. И последние годы их противостояние, как правило, это противостояние двух команд, которые борются за медали. А как же «Зенит» тогда? «Зенит» тоже вроде стабильен в последнее время. Ну, «Зенит» последний год только был второй, а до этого у него было десятое место. Ну, и «Зенит» — это команда такая, как бы я назвал ее, такая одухотворенная. То есть команда, где есть лидеры в лице вот атакующего звена, это Киржаков-Ржавин, есть личность Радимов, вот. И есть группа неплохих футболистов, которые именно играют душой. Вот. Но «Зенит», я думаю, что... Пока не дороже, да, звонит Фагу. Ну, ему еще надо, да, немножко стабильности в результатах, поэтому... Ширник до минувшей субботы оставался единственным клубом, который обыграл армейцев во втором «Кругер». Сценили тогда, если не как сенсацию, то как неожиданность, это точно. ЦСКА как локомотив более чем благополучный с финансовой точки зрения клуба. И как вы думаете, каковы перспективы нестоличных команд в финансовой и спортивной борьбе с московскими грандами? Ну, очень... Перспективы такие очень сложные, потому что, действительно, в последние годы, как правило, борьбу за медалью ведут столичные команды. Вот. Ну, либо я «Зенита» тоже отношу какой-то к столичным, да, потому что вторая столица. Вот. В прошлом году «Рубин» — это было тоже, скорее всего, исключение из правил. Вот. По этому сезону, да. И, в общем-то, региональным командам достаточно сложно противостоять московским и ленинградскому клубу, потому что финансовые возможности, конечно, у региональных клубов намного ниже. Но, тем не менее, год от года кто-то бросает столице вызов. В этом году «Зенит» и «Крылья Советов» тоже не самые бедные клубы. И любая встреча претендентов на медали между собой вызывает пристальное внимание конкурентов. Кто-то да потеряет очки, а значит, ослабит свои позиции. Лучший результат подобного поединка для заинтересованных наблюдателей со стороны — ничья. Собственно, игра ЦСКА и «Локомотив», о которой мы сейчас расскажем, была достаточно равной, но победитель все же был определен. Принципиальное выяснение отношений завершилось в пользу одной из команд. Команды, которые явно поторопились списать со счетов чемпионской гонки. И что очень приятно, игра получилась красивой, что редкое явление для матчей такого уровня. Так что спасибо футболистам. Вечный двигатель и вицеолич разминку перед матчем начал энергично. Но в общей своей массе армейцы выглядели скорее немного скованными. Матч, который во многом мог предопределить судьбу медалей чемпионата, должен был начаться с минуты на минуту. На трибунах уже собрались все их ангелы-хранители, поэтому нужно было держать марку. Железнодорожники, напротив, разминались неспешно, с чувством, успели даже немного пообщаться с болельщиками. Юрий Семин приглядывался к соперникам настороженно, ждал настоящей битвы. Комплименты Газаеву он начал раздавать еще накануне игры. Второе пришествие Валерия Георгиевича в ЦСКА лично Семину кажется предприятием весьма успешным. Он ЦСКА, можно сказать так, мотивировал значительно, сильнее. И нам бы хотелось немножко другого. Получилось, что эта смена произошла очень-очень быстро, очень умное решение принял Минер. Поэтому ЦСКА нас догнал. И уже по очкам превосходит. Пришествие великолепное. И Валерий Газаев, и Юрий Семин перед дерби решили не изобретать велосипед и сделали ставку на проверенные тактические схемы. Те схемы, которые были апробированы в последних матчах и ЦСКА, и Локомотив. Армейцы играли по схеме 3-5-2. Три центральных защитника, два фланговых игрока и два чистых нападающих. У Локомотива четыре защитника располагалось в линию. Перед ними были два опорных обвека, три атакующих полузащитника. И в роли единственного чистого нападающего выступал в этом матче на первых минутах у Инстон Паркс. Травма Сычева, видимо, оказалась серьезней, чем об этом сообщалось в прессе. И Локомотив фактически первый тайм играл без нападающих. Паркс до мяча добирался крайне редко и в основном сосредотачивался в подыгрыше. Первый же опасный момент был за армейцами. Команда Газаева начала встречу мощнее, чем Локомотив. И, если бы не Сергей Овчинников, все могло бы закончиться для железнодорожников голым. Но Локомотив выстоял, и Локомотив постепенно наладил контроль над мячом и начал атаковать с большой охотой ворота Игоря Кинфеева. Примерно к середине первого тайма игра уже находилась под контролем железнодорожников. Может быть, особого, большого количества опасных моментов они создать не сумели, но все равно было заметно, когда у них получается вот этот фирменный короткий перепас на подход к чужой штрафной площади, у армейцев сразу же в обороне возникают сложности. И только Чидиодия на 26-й минуте встречи встал на пути мяча, и если бы нигеринец не закрыл дальнюю штангу, Мат-Измайл выиграл бы свою команду вперед. К 30-й минуте было заметно, что ЦСКА находится в хорошем функциональном состоянии, команда много и охотно двигается, команда успевает вроде перекрыть все зоны футболистам локомотива, но комбинационной игры как таковое в исполнении армейцев практически зрители не видели, за исключением редких моментов, когда Иржа Ирошко удавалось бросить в атаку своих нападающих. И на 39-й минуте изумительный пас Чеха разрезал всю оборону железнодорожников. Вагнер Лав, самый техничный игрок, пожалуй, составит ЦСКА, убежал один на один к воротам Овчинникова, но почему-то не стал сближаться с вратарем, не стал его уводить, предпочел ударить и в ворота не попал. Через минуту ЦСКА удалась еще одна хорошая атака. Вагнер Лав, протащив мяч до штрафной площади, сделал передачу на правую Гусеву, и вот этот удар подвел черту под первым таймом, а на вторую 45-минутку восьмой номер ЦСКА уже не вышел. Вместо одного из диспетчеров красно-синих, игру в рядах армейцев в втором тайме начал Евгений Алдонин. Замена поначалу пошла ЦСКА на пользу, первые минуты второго тайма красно-синих привели с хорошим настроем, с большим желанием, и прижали, прижали вот мотив к штрафной площади, запяли же с дорожников на правой половине поля. Однако команда Юрия Семина очень спокойно, умело выставила этот штофер, и постепенно стала сама атаковать. Но на 73-й минуте произошло самое важное, кондиционное явление этого матча. Дмитрия Ласькова, возможно, самого опасного футболиста в рядах «Локомотива», оборона ЦСКА прозевала около своих ворот, и Ласьков мягко на исполнении послал мяч под перекладину. На послематчевой пресс-конференции Юрий Семин скажет, что в таких встречах обычно команды играют до гола, и оставшиеся 17 минут подтвердили правоту главного тренера «Железнодорожников». «Локомотив», похоже, выходит из кризиса, выходит с помощью победы над ЦСКА. После того, как команда Юрия Семина провела счёте 1-0, «Железнодорожники», что называется, засушили игру, и уверенно довели её до победы. 1-0 победа «Локомотива», который взял верх над ЦСКА, что в первом, что в втором круге этого первенства с одинаковым счётом. Юрий Сёмин посвятил эту победу всем тем, кто верил в «Локомотив». После матча сам подошёл поблагодарить болельщиков и напомнил об этом игрокам. Геннадий Нижегородов начал первый. Товарищи по команде его поддержали. Так в распоряжении болельщиков через пару мгновений оказалась неплохая коллекция гостевых футболок-железнодорожников. Признательность не имела границ. Фанаты добрых 10 минут благодарили игроков на все лады. Благодаря! Благодаря! А на послематчевой пресс-конференции уже наступило время Газаева расточать комплименты своему визави Юрию Сёмину. Впрочем, комплименты были действительно заслуженными. Ведь удача, как известно, всегда улыбается сильнейшим. Очень равная игра. Чуть больше повезло локомотиву. Они выиграли, чем я поздравляю. Балыч вас. Ну и второе. Неинтересно без локомотива бороться за первое место. Поэтому хорошо, что я движусь. Интрига. Интрига. Вот всё по игре. Три очка, разницы нет. Они добыты с ротором или они добыты с ЦСКА. Да. Важно, что мы обыграли ЦСКА. Нам плюс три, а у них минус три. То есть это как бы за шесть очков игра. Поэтому вдвойне приятно, что когда-то обыгрыш конкурентов. Не спешите нас хоронить. Это слова из песни группы Чаев приблизительно так же выразился о своей команде на послематчевой пресс-конференции Юрий Сёмин. Сладывается впечатление, что локомотив знает какой-то секрет, как играть против ЦСКА. Но точно не знает, и мы в этом уже неоднократно убеждались, как играть с командами слабее себя. От этого и совсем необязательные потери.